Девушки отдыхают Зоран Лукич и его честная баскетбольная Матч звезд единой лиги ВТБ совсем скоро Мы выбрали свою версию составов Борт Сокоса в Краснодаре ждали, но хлеб-соль не приготовили Зато установили рекорд посещаемости единой лиги ВТБ в этом сезоне Матч недели «Локомотив Кубань» в Химке прямо сейчас Летом отношения баскетбольного Краснодара и Химок стали по-настоящему особенными В Подмосковье перебрался воспитанник и капитан Лока Андрей Зубков По обратному маршруту проследовал воспитанник желто-синих Станислав Ленинский На пост главного тренера Химчан назначили Георгия Соборцокоса Который сделал Лока третьей командой Евролиги в 2016 Почти 7,5 тысяч зрителей больше баскет-хол просто не внущает Соперник очень интересный, мы можем видеть, что весь баскет-хол сегодня забит до упора Алексей Швед тоже очень потрясающий просто игрок И я болела за него, когда он играл в сборной, сейчас играет Честно, я возьму у него автограф потом Ну, я буду болеть, наверное, за «Локомотив», потому что, ну, мне эта команда больше нравится И мне кажется, у нее больше шансов Команда у них самая сильная, когда играют Когда они в Москве играют против ЦСКА, они победили Ну, как это, у Химака есть, ну, Андрей Зубков, который был в прошлом году за «Локомотив» Но «Локомотив» самая сильная команда, они должны их победить Мы, прежде всего, сыгранная команда морально, мы готовы к победам У нас большой стрик, и никто не в силах его порвать Плюс, ну, в любом случае, мы на красно-зеленой стороне, это уже большой плюс Подмосковный супергерой Алексей Швед словно чувствуя эти восторженные взгляды местной публики С первых минут матча стал главным действующим лицом на паркете Саша Обрадович тасовал состав, выпуская игроков со скоростью один в минуту У нас было несколько дней на подготовку к матчу Мы попытались разобрать их как можно лучше, найти слабые места Затруднить жизнь Алексею Шведу, являющимся лидером соперника Да, не попали тяжелые броски, но в целом наш план на игру сработал В рукаве Саши Обрадовича был козырь, который словно криптонит Обезоружил супергероя в желто-синей форме Дмитрий Кулагин, присоединившийся к краснодарцам в конце 2017-го Стал кошмаром для Алексея Шведа во второй половине Набравшего всего три очка, совершившего три потери Российский защитник Лока справился с миссией Затратив на это почти все силы Я устал Я устал, а так в целом мне понравилась сама отдача, которая у нас сегодня была Не все получалось, но своей энергией, своим акцентом на защиту Своей агрессией и взаимопониманием Мы все-таки добыли это непростую, но такую важную победу для нас Всегда нелегко Всегда нелегко играть против лучшего игрока Европис на данный момент Поэтому достарался Но главным героем вечера стал 33-летний американец Марди Коллинз Лучший игрок декабря в единой лиге ВТБ продолжает выжигать паркет и в новом году Форварду краснодарцев не хватило трех подборов до трипл-дабла А его 22 очка позволили ему стать самым результативным игроком матча И принесли 23-ю победу подряд для локомотива Разумеется, с учетом Еврокубка Этот отрезок сезона просто показывает, насколько мы хороши Но нужно помнить, что это одна победа И важно продолжать движение вперед В такие моменты не думаешь о личной статистике Потому что результат команды намного важнее Мы рады победе Большую часть игры мы были в ритме Контролировали ход матча Были единым целым И победили по-настоящему большого соперника Каждый игрок внес вклад в победу И это победа всей команды Но это всего лишь одна победа Мы даже еще не завершили первый круг регулярки Нормально все Не могу сказать, что как-то нервничал Ждал немного другого приема Получилось как-то так скомкано все Но хочу пожелать болельщикам Краснодара удачи У вас все впереди Вы можете добиться большой побед в этом году Сегодня я видел греческие флаги за моей спиной Много друзей пришло поддержать команду Это был очень эмоциональный момент для меня С другой стороны Было нечестно по отношению ко мне Когда диктор матча сказал на греческом языке До свидания, мистер Барцокас А на специально подготовленном клубом Баннере Был вопрос Какая погода в Барселоне Эта ирония была в мой адрес Поражение в Краснодаре сравняла Химки и Автодор В турнирной таблице единой лиги ВТБ На пятой строчке А два бывших героя Кубани Георгия Сбарцокаса и Андрей Зубков Возвращаются в Подмосковье без улыбок В баскет-холле теперь новая команда И новые герои Кто кого выходит из состояния сейчас Тишина в студии Вот это надо было снимать сейчас Мотор Я Никита Загдай, это честная баскетбольная И сегодня говорим с Зораном Лукишем Тренер, который знает, как попасть в Евролигу Но не знает, как там играть Зоран, обещаешь говорить правду И только правду? Обещаю Честная баскетбольная У вас три победы, восемь поражений Да, восемь, да Ну, программа выйдет в эфир после матча с ЦСКА Окей Ладно Комфортно? Нормально Обычно в такой ситуации тренер нервничает Это же расстрельная должность Ну, пока не расстреляли Живой Ты шутишь? А я серьезно спрашиваю? Знаешь, не могу сказать, что это комфортно С этой победой поражением Но, наверное, удачник какой Один коллегами сказал Нужно тебе удача Наверное, идет какая удача сама Все знают, что Зоран Лукич возвращает баскетболистов в жизнь Реанимация, да? Ну, наверное, кто и реанимирует Зорана потом Некоторых игроков ты спасаешь, а некоторых выгоняешь Бывает Почему? Меня интересуют игроки Куису Готови С этим тяжелым работом На свой прогресс На моменты Я знаю, да я не легкий, не простой тренер Смыслу своих требований Но все равно Все равно готова отдать руку Если она нужна Если я не вижу игроков готовых Готовых использовать свой шанс Но потом их вижу Как жалею с этим, где были А с чем они использовались Тогда жалко Но это их проблема, не моя Случаются моменты, когда Ты выгоняешь игрока после первой тренировки Кто это был? Это может быть плохой скаутинг Сколько легионеров у вас приехало Уехало за твою работу в Нижнем Новгороде? Но у меня нет статистики Это плохой скаутинг? Нет, у меня нет статистики Оно, что я не могу сделать скаутинг Это характер самого игрока Кои должен попадать в этот коллектив Кои я строю К сожалению, бывает информация Кои Су не всегда правильная Это команда или школа выживания? Это мясорубка какая-то? Это не, это команда Последний игрок, которого ты выгнал из команды? Я попробовал в Турции выгонять одного Одного игрока Но, к сожалению, команда То есть менеджмент стал за этим игроком И выгнали меня Может быть ситуация Ротации игроков в команде Если замечаешь В этой ротации Тих пять человек Я не знаю, правда Ты там Шон Денисона Он даже не зашел Он пришел на два дня Там была проблема со спиной Там просто клуб не хотел подписать его до конца Поэтому мы его не выгнали В этих ротациях игроков Никто не замечает Там нет много русских Там меняются иностранцы Дмитрий Кулагин Дмитрий Кулагин Ну извини Я... Окей Давай так идем Я очень рад за Диму За его игру Даже мы поговорили о тем летом И наконец-то он начал выглядеть как баскетболист А не как видеоигрушка Для меня самый большой сюрприз Я скажу честно Павел Антипов Этот парень тоже ушел Павел Антипов хороший парень Отличный баскетболист Серьезный прогресс Серьезный прогресс Но я хочу спросить про Кулагина Давай Ты тренер или воспитатель? Ну в этих годах С Димом Надо было быть и воспитателем Даже надо было быть и родителем Но трудные моменты были Можно переходить к Павлу Антипову? Конечно Его тоже выгнал? Да Я убрал его из команды Не хочу сказать классический выгнал Убрал из команды Но у нас было несколько разговоров У Паши было желание Вернуться обратно Я был против Если это заставило Пашу менять себя Я сам очень рад из-за этого Потому что его были действительно Как и минусы Но сейчас их не видно Если он сломал все это Я очень рад за его успех Реально из глубины души Семен Антонов Твое главное достижение? Зачем достижение? Я думаю достижение Была команда Кто поднялся ступеньку выше Кто не успел Но все равно Мы были команда Я не хочу выделить Никого из этих ребят Зар, не знаю как ты Я очень люблю сказки Сказка Нижнего Новгорода В финале единой лиги ВТБ Если честно Я не ожидал Я не ожидал видеть Нижнего Новгорода В этом году В этом финале Я если помню Наш первый сезон Мы тоже не были вверху Когда начали строить это Это не сейчас Даже сказка Или Отмашка Но просто Где находимся рядом Не успеваем Но надеюсь Это вернется обратно Все И команда И игрока Как можно в одну реку Два раза войти? Легко Плавать умею Почему ты ушел из Нижнего? Выиграл Все Путевка в Евролигу Ну мне сложились И какие моменты Евролига Это же мечта любого тренера И будет еще Я верю в это Что работаю Поэтому Полностью всем уверен Да Она будет Надеюсь и даже в Нижнем На твоих тренировках Выживают? Ну это неправда Может быть Кому это Это У каких разговоров Игроки Коима было непривычно Работают Очень много Но Даже и на этом фону Когда У Нижнего существует Группа игроков Коя должна сделать прогресс Прогресс Не будет На скамейке Прогресс не произойдет Без тренировок И тяжелой работы В одном из интервью Завран Лукич сказал Я закончил карьеру игрока Потому что мне иногда Хотелось партнера своего Прибить За ошибку Или за эмоцию Или за плохой пас Ну не, не, не У меня не было Таких драков Не Такого не было Да Если я может быть Нервничал Я даже сейчас Игрокам говорю Специально старшим Когда на площадке Играют молодые Без ответственности К старшему партнеру Да Я могу сказать так Слушай Если бы я был на его месте Да И ты бы получил по башке Сейчас Это метафора Просто для Для игрока За молодого игрока Приходилось Как тренеру Своим игрокам Давать подзатыльники Нет Никогда Когда кричишь на игроков Бывает что Он может в ответ крикнуть Бывают Так Моменты Не очень красивые Да Бывают Но такого да Игрок ответил криком Пока еще не помню Однажды ты жаловался На своего коллегу Я? На пресс-конференции Окей Это был уник что ли? Ага Да Ты про своего коллегу После матча При всех сказал Да он не уравновешен Была такая ситуация Мы решили такой Этой вопрос Да После Правда Несколько лет Но это же было публично Это между вами Двумя случилось А потом на пресс-конференции Это ничего не случилось С нами С нами Он просто наехал на меня Поэтому Моя реакция Я хотел Попытался контролироваться До конца Но не мог Сдержаться на пресс-конференции Бывают такие моменты У нас коллега Но сейчас Сейчас С этим тренером А это тренер по шуте Нет никаких проблем У нас нормальные отношения В единой лиге ВТБ Каждому тренеру После игры Пожмешь руку Конечно Любому Нет никаких проблем ВТБ Ты можешь своего Самого опытного игрока Отчихвостить Перед всеми И посадить на дальний конец Скамейки А игроки Тебе обижают? Бывают моменты Если говорим Словами нет Конечно Это напрямую нету Но он что Меня не обижает То что Сами сказал Даже может быть Самым начелом И хочу связать То это Это их отношение К делу На тренировочном процессе Их ответственность Их концентрация И самоотдача Это для меня Может быть обида Ничего другого Когда Нижний Новгород Будет побеждать Я надеюсь В ближайшее время Мы где-то там рядом К сожалению Рядом с чем? Вы в подвале В подвале В подвале Таблица Я видел турнирную таблицу Там Ого-го Если посмотреть Вот сверху вниз Стой же Нижний Это ты посмотрел Я не смотрю Первый раз Поэтому Все нормально Я сам уверен На то Менеджмент Не очень с улыбкой Но Надеюсь Всегда верят В это Что работает Я никогда Не опускаю руки Я сам сказал Ребятам Ни пред Химкием Ни пред Униксом Мне не опускали руки Это хочу увидеть И пред ЦСК Как закончится К сожалению Уже два опыта Так не очень Я не понимаю твоих эмоций Ты неравнодушен Но я не вижу оптимизма Я не люблю виртуальные вещи Пока Я могу так Имать Да Сон Сказка Может быть Очень интересно Но на самом деле То что происходит Сейчас с коллективом Это серьезная перестройка В этой перестройке Нелегко Где-то там близко Находимся Но надо остаться В этом направлении На этой пути Дал успеем Я надеюсь Да Я верю в это Зоран У меня остался один вопрос От твоих игроков Да Моих игроков Ох ты давай Зоран Когда выходной Даже выходной Был Вчера утром После прилета У нас был По плану тренировки У нас был выходной Дат выходной игроками Я сейчас Извини Могу тебе вопрос Какой выходной Неделя Месяц Что им нужно Ребят Я сделал все что мог Выходные не планируются Сори Пока нет Спасибо Ни за что Ни за что Все Вова Вызов брошь Всем привет Я форвард лока Владимир Ивлев Павел Крабков Передал мне вызов Я готов его принять Пашка Коварный У меня очень мало Трейер Надо подкачаться Чуть Летит Хорошо Изи А теперь мой вызов Для Ивана Стрибкова В Нижний Новгород Готовься Вторая попытка Была хорошая Не выбил бы они Друг друга Правая Никто не говорит Что это будет легко Вызов брошен И не забывайте Выкладывать собственные вызовы В социальные сети С хэштегом Вызов брошен Мы найдем вас Оценим И даже лайкнем В баскетболе всегда найдется место празднику И веселому настроению И если вы не можете его обрести То вы прямо по адресу Рубрика «Баскетбольные смешные» И вот наша версия Самых забавных событий Прошедшей недели Как не случайно Все случайности в этом мире Так и падения Не могут произойти На ровном месте Мы вам сейчас все объясним Высоко летаешь Больно падаешь Это про Тайлера Ханиката Не сумевшего договориться С Краснодарским кольцом У Дмитрия Кулагина Тоже проблемы Защитник начал сезон позже остальных И агрессии со стороны баскетбольных колец Пока не подвергался Ключевое слово Пока С дебютом, Дима! В операторском мире Снова неспокойно Скотт Рэндлс и Зенита Валят на пол Нашего коллегу Но мы-то знаем Насколько сурово и жестко воспитаны Эти люди с камерами Они, как никто, знают Кто не падал Тот не поднимался Это очень опасное Жесткое место И если только дашь слабину Он опрокинет С такой силой тебя Что больше уже не встанешь Айзея Бриско На прошлой неделе Отомстил Марди Коллинзу Буквально напрыгнув на него А на этой Американец чуть было Не получил Желтую карточку За неправильный подкат Ну и напоследок В Краснодаре Настоящий баскетбольный бум Команда побеждает 23 матча подряд За это время Без поражений У железнодорожников Подросло Новое поколение болельщиков Не верите? Вот вам доказательства За кого будешь сегодня болеть? Я гаю И всегда За локомотив За локомотив? Да Где говорите Баскетбольный бум? Второй матч звезд Единой лиги ВТБ Не за горами Санкт-Петербург С нетерпением Ждет именитых гостей Формирование составов Продолжается Первый этап завершен Болельщики свой выбор сделали Слово за журналистами Тележурнал «Вид сверху» Предлагает свой вариант Состава звезд Сборную России Без защитника Химок Алексея Шведа Представить просто невозможно И неважно На матче звезд он Или на Евробаскете Лучший снайпер Евролиги Единой лиги ВТБ Прямо сейчас Получает от нас Законное место Разыгрывающего В стартовой пятерке На позиции На позиции Атакующего защитника Мы видим капитана Зенита Евгения Воронова Опытный ветеран Перебравшийся В северную столицу Летом В кратчайшие сроки Стал полноценным Лидером команды С его помощью Зенит уверенно Идет в Еврокубке А в единой лиге ВТБ Обыграл даже ЦСКА Узнаем Что сам Евгений Думает о попадании В стартовый состав На матч всех звезд Я думаю Что я чемпион России Ты чемпион России Вторая главная звезда Российского баскетбола На данный момент Форвард Зенита Сергей Карасев Он должен занять Позицию третьего номера На домашнем матче звезд Форвард ЦСКА Никита Курбанов Часто не получает Той порции внимания Который заслуживает Признанный мастер игры В обороне Курбанов Предпочитает оставаться В кине иностранных звезд армейцев На этот раз Отделаться малой кровью Не получится Добро пожаловать на борт Никита Позицию пятого номера Займет другой форвард ЦСКА Андрей Вранцевич Он не понаслышке знает Каково это Блистать на паркете В прошлом сезоне В Сочи Вранцевич показал Шикарную игру И был признан Лучшим игроком Матча звезд Почему бы не замахнуться На защиту титула Ведь в Азов Много не бывает Правда, Андрей? И в нашу десятку Звезд России Также вошли Антон Панкрашов Уникс Дмитрий Хвостов И Дмитрий Кулагин Оба из локомотива Кубани Сергей Моня Хинки И Петр Губанов Нижний Новгород Противостоять звездам России Будут лучшие легионеры Единой Лиги ВТБ А в боях поведет Главный француз Российского баскетбола Защитник ЦСКА Нандо Декало В прошлом году В Сочи Разыгрывающий армейцев Явно получал От происходившего На паркете Огромное удовольствие В Санкт-Петербурге Будет еще лучше Обещаем Нандо Позицию Атакующего защитника Должен занять Джастин Картер Из Астаны Взрывной американец Стал завсегдотаем Хит-парадов И любитцем Казахстанской публики А его проходы Алиупа и Данки Украшением всего сезона В Сочи Картера не было Зато у него будет Шанс познакомиться С незабываемой Петербургской погодой В феврале Пришло время Пускать в ход Тяжелую артиллерию Форвард Зенита Дрю Гордон Опускается на позицию Третьего номера И пытается превратить Жизненно-клубника Сергея Карасева В сущий кошмар Блокшоты Данки Немыслимой Алиупы Гордон Умеет развлекать болельщиков Посмотрим, что американец Покажет На домашнем матче звезд Один из самых Низкорослых Центровых Европы Кайл Хайнс из ЦСКА На матче звезд В Санкт-Петербурге Мы предлагаем Кайлу сменить импло И попробовать себя В роли форварда Посмотрим, как Никита Курбанов Справится с опекой Хайнса Внимание, спойлер Никак Это ведь матч звезд В обороне Можно не потеть На позиции центрового Мы видим другого Фактурного парня Фрэнк Элигар Из Лока Большой отлично провел время в Сочи Успел поучаствовать Не только в матче звезд Но и в конкурсе По броскам сверху Победа от Элигара Ускользнула Но ярким данком Отметилась даже дождь центрового До встречи в Санкт-Петербурге, Фрэнк Компанию им По нашей версии Составят еще пять баскетболистов Хоакин Кало Муник Стефан Маркович Химке Марди Коллинс Локомотив Кубань Коди Миллер Макентайр Парма И Коти Кларк Автодор Половина зимы уже позади Дни становятся длиннее А баскетбол зрелищнее Настало время Самых горячих моментов Недели единой лиги ВТБ Поехали Коди Миллер Макентайр И Яник Марейра На пару Вскрыли оборону Зенита Первый отдал пас С отскоком Второй мощно Вкулачил сверху Раз-два Готово Трибуна молота Такое точно по вкусу Пермский стиль Шоу продолжается Коди Миллер Макентайр На Яника Марейру Пятое место Автодор Команда бегущая Брэндон Фрейзер Смело полез под кольцо Астаны Но его подвело Завершение атаки Зато Коти Кларк Никогда не подводит Летучий американец Воспарил над схваткой И отметился Ярким путбэк-данком Коти Кларк Автодор Саратов Четвертая строчка На третьем месте Гвоздь программы Воздушный гимнаст Фрэнк Элигар Ассистент Дмитрий Кулагин Нашел лазейку Отдал мяч Элигару А тот восхитил Баскет-хол Фирменным данком Сопротивление Бесполезно Лучше и не пытаться Фрэнк Элигар Локомотив Кубань Краснодар Химки тоже умеет Атаковать эффектно Малькольм Томас Раскусил план Локо Перехватил мяч Центровой умчался вперед Но знал За спиной летит Талер Ханникат Пас не глядя И Ханникат Уже раздвигает облака Эти парни Умеют устроить шоу Малькольм Томас На Талера Ханниката Химки Московская область И лучший момент недели Отправляется в Ригу ВФ Рижане уступили Униксу Но в концовке Порадовали болельщиков Шикарным розыгрышем Из-за лицевой Алекс Перес увидел Рывок Ильи Громовса И подвесил мяч над кольцом И грянул гром Мощнейший дант Алекс Перес на Илью Громовса ВФ Рига И на этом все, друзья Увидимся через неделю И помните Баскетбол Лучшая игра с мячом На планете Земля Девушки отдыхают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают